приветствую вас дорогие друзья в нашей группе очень много вопросов обращено к представителям цивилизации силбета и мы решили пригласить одного из их представителей в астральном теле чтобы он ответил на ряд наших вопросов сейчас с нами находятся представители с лера мид гаскаус который вам уже хорошо известен и представитель силбета т.п.р. хридоурс спасибо я приветствую т.п.р. хридоурса т.п.р. хридоурс как я могу к тебе обращаться я могу к тебе обращаться на ты да отлично сколько тебе лет по вашим земным согласно обращению земли вокруг солнца 387 сколько живет всего представители вашей цивилизации по земным меркам около 700 лет кто-то по профессии чем занимаешься я бил био биолог эколог трансформаторы генетической информации в клетках гуманоидных рас нашего рептилоидного типа говорят что вы хорошей генетики это правда я думаю да где находится твоя родная планета с вашей земли она видна в области пространства который вы называете созвездие в гонщик псов на расстоянии на расстоянии 730 световых лет от вашего солнца это планета сил бед то есть ты прям непосредственно представитель планеты сил бед который участвовал в нашем создании да как давно развивается ваша цивилизация сма с момента первого упоминания разумных форм жизни на нашей планете до сегодняшнего дня прошло около 13 миллионов лет чуть менее 13 миллионов лет по вашему летоисчислению если за год принимать период обращения земли вокруг вашей звезды как ты лично относишься к землянам у меня борется два чувства настороженность к вам как цивилизации и симпатия к вашим просветленным личностям за их мужество в борьбе с той системой что есть у вас что ты вообще думаешь по поводу нашей расы в целом то есть ты сказал что у тебя борется две личности одна которая поддерживает просветленных учителей другая которая против чего той системой что у вас создана эгрегориальные системы ноосферные системы которая управляет даже вашим правительством опиши пожалуйста как ты выглядишь или как выглядят представители твоей расы наш рост от двух метров тридцати сантиметров да норма средний рост представителей нашей расы от двух метров тридцати сантиметров до трех метров семидесяти сантиметров цвет кожи серо-зеленый в целом строение тела напоминает строение тела ваших рептилий с тем лишь отличием что мы ходим на двух ногах и те отличия от вас что у нас чешуечатая кожа есть небольшой хвост и на руках по четыре пальца с остатками перепонок между ними цвет глаз желтый зрачки вертикальные и уши незаметны только два отверстия волосяного покрова нет мы их холоднокров холоднокровные организмы то есть наша температура зависит нашего тела температура нашего тела зависит от температуры окружающей среды и способ размножения наш не через живорождение как у вас а через откладывание яиц скажи пожалуйста были ли динозавры на земле представителями вашей цивилизации нет не были содержали ли динозавры ваш генотип нам не дали этого сделать что это значит нам не дали этого сделать эксперименты с динозаврами мы начинали делать но не мы представители нашей расы мы планировали создать разумного рептилоида в том числе из ваших форм рептилий которые преобладали в то время на земле но представители известного вам бурхада и тумисота были противниками этих экспериментов и нам пришлось их прекратить вы на нашей земле узнали до того как нашли нас тумисоуцы и бурхадцы тумисоуцы были первые кто вас открыл вашу планету то есть вы узнали об этом на нашей планете после практически сразу после открытия об этом узнал весь межзвездный союз но прилетели мы конечно позже но узнали практически сразу после открытия а вы эксперименты начали делать параллельно вместе с тумисоуцами и бурхадцами по созданию своего вида это был совместный проект мы надеялись и не только надеялись мы были уверены в сотрудничестве в этом вопросе с двумя другими расами и призывали межзвездный союз к поддержке нас нашей идеи что пошло не так представители бурхада и тумисоута убедили межзвездный союз в том что наличие обитания на земле рептилоидные и антропоморфные расы вместе вызовет большие вызовет большой риск военных столкновений из различий не только рас не только тех рас которые есть сейчас но и из различия коренного различия строения организма я понял были ли драконы на земле представителями вашей цивилизации нет не были драконы были представителями чей цивилизации он называет драконами не динозавров подожди объясни кто такие дракон пожалуйста драконы это те кого мы описываем как больших змеев которые были с большими крыльями могли летать птеродактиль что ли нет у нас есть по мифологии что на земле существовали драконы это большие ящероподобные существа с крыльями значит вот такие образ не знаю такие или нет это ему он покажет сейчас что это за химера это если вы имеете ввиду в в существ скрещенных с птицами и тем предками тех животных которых вы называете летучими мышами птицами и тех же динозавров это были продукты генетических экспериментов спасибо ты знаешь тех кого мы на земле называем нагами мит объясни им пожалуйста ты знаешь индийскую мифологию сейчас да это те это представители сил бета и других на и нескольких наших колоний которые в соответствии с договором с межзвездным союзом помогали развиваться некоторым вашим земным племенам учили их правили помогали правителям издавать законы вступали в контакт это было после войны и до войны и после после значительно позже чем представителей я хочу подчеркнуть что после войны несмотря на то что нашу планету приняли обратно в межзвездный союз примерно через 250 ваших лет допустили нас до контакта с вами значительно позже говорят что ваша раса очень враждебная как ты видишь свою расу враждебная по отношению к землянам среди представителей моей планеты действительно много радикальных группировок которые считают что вами надо управлять извне имеется ввиду из межзвездного союза они настаивают на каждом почти на каждом заседании межзвездного союза внешнем управлении пусть и тайным скрытым от народа вашего так как их аргументы многим кажутся достаточно убедительными они состоят в том что при вашем уровне вооружений и развитии технических видов и развитии техники при этом нравственное состояние вашего общества может представлять опасность в том что чем больше техническое оснащение общества и чем больше его во тем больше совершенно его вооружение тем больше осторожность требуется от правительства планет этой планеты у вас судя по того энергии которая исходит от вашей планеты на астральном уровне у вас техническое развитие значительно опережает духовное по этой причине чтобы вы не уничтожили сами себя многие представители моей расы и ставят перед межзвездным союзом вопрос о внешнем управлении вашими через ваших правителей подсказ подсказками о внешнем управлении даже с помощью скрытых насильственных методов в интересах всей вашей цивилизации но представители межзвездного союза уполномочен и давать подобные разрешения всегда отвечают этим радикалам что невозможно что это что вмешательство на таком уровне невозможно потому что каждая цивилизация должна пройти свои уроки даже если будет на грани уничтожения с этим многие в нашем мире не согласны да хочу сказать и среди представителей других миров межзвездного союза есть не согласны тоже есть ли у вас базы на земле и под землей нет баз на земле и под землей во владении сил бета нет на настоящий момент времени а могут ли ваши радикальные группировки без согласия межзвездного союза попытаться управлять землей могут но если об этом как о факте станет известно представителям галактической службы безопасности это будет расценено как преступление и нарушение тех законов межзвездного союза которые каждая цивилизация принимает когда входит в этот союз единственный мир звездный союз даст указания нашим властным структурам сил бета чтобы мы самостоятельно наши властные структуры и органы безопасности самостоятельно оградили землян от подобного типа вмешательств сотрудничаете ли вы сейчас с ташиганцами с серыми конечно сотрудничаем по всем вопросам касающихся биологических медицинских и генетических экспериментов и не только в районе вашей планеты во всей галактике есть ли у вашей цивилизации контактеры на на других астральном уровне может быть ментальном уровне на земле официально наше правительство отказалось подготавливать специалистов для контактов с вами если контакты и есть только на частном уровне независимым от правительства есть предположение что ваша цивилизация контролирует орден масонов что ты думаешь по этому поводу сейчас объяснит ему хотя бы приблизительно потому что у него немножко отличается что такое масоны угу да понятно сейчас то что вы назвали орденом масонов это одно из многих тайных обществ которые думают что они руководят какими-то процессами на вашей планете но на самом деле ими самими руководят та самая система о которой я говорил ранее в самом начале беседы та самая эгрегориальная структура система которая выстроена на крови страданиях и унижениях всех простых людей от которых ничего не зависит на вашей планете и они даже в большей степени подвержены влиянию этой эгрегориальной системы так как чем выше положение в обществе в вашем обществе у личности тем более тем обычно более строгое воспитание он получил в детстве в школе и в ваших образовательных институтах которые в эту систему вложили ему в сознание поэтому орден масонов один одна из управляемых структур тех областей духовного мира которые заинтересованы в том чтобы жизнь каждого землянина ничего не стоило тогда вопрос другой что ты думаешь по поводу сатаны и кто это по твоему мнению отвечать в рамках созданными христианских религий или просто мое мнение просто твое мнение а да сейчас я поняла слово сатан означает на языке тех людей кому объяснили кто это такой означает на языке который называется иврит переводится как противник лично мое мнение что сатан это не отдельная личность а та темная сторона каждого каждой личности каждой духовной личности которая позволяет ему уклоняться от пути добра и суть суть этого сатана суть мировоззрения сатана состоит в том что свобода выбора свобода воли ставится выше чем необходимость служения абсолютному разуму и за это вот необходимость свободного выбора она составляет суть сатанам потому что она создает иллюзию все дозволенности а на самом деле нет никакой личности независимой от абсолютного разума то что в христианстве тот кто в христианстве назван сатаном а позже дьяволом это был создан образ образ не всей нашей расы а той ее группы которая к сожалению пошла на на войну был создан образ для именно сатан как змей как дракон был создан образ для группировки иудейской группировки для создания нового эгрегора был создан этот образ для их безопасности чтобы сформировать эгрегор независимо от влияния нашего рептилоидов так как нужно было им достичь той цели которую они достигли с приходом в мир того кого вы называете Христом спасибо скажи пожалуйста вы помогали нам формировать какую-либо из религий если только на уровне отдельных личностей но таких проектов в нашем правительстве в отличии от правительства бурхада никогда не было потому что мы считаем бессмысленным формирование религии на какой-либо тем более на планетах с преобладающей материалистичностью сознаний так как развитие религии на таких планетах по нашему по мнению распространенными в нашем обществе создание религии на таких планетах с материалистичностью сознаний ведет лишь к увеличению насилия так как люди пришедшие в эту религию начинают отрицать все другие религии спасибо у меня есть очень интересный вопрос для тебя вот я знаю что ваших генов у нас пять процентов это так да как ты считаешь как на нас повлияли повлияли ваши гены спасибо за вопрос я сам хотел об этом рассказать хорошо я считаю что пять процентов нашей генетики повлияли положительно на ту вашу способность к жизни в любых к жизни стойкости в любых обстоятельствах которые вы проявляете когда вы идете до конца даже когда то есть смелости которая позволяет вам покорять высокие вершины и делать кажется как кажется некоторым из вас бесполезные дела вроде прыжка с парашютом то есть смелость риск стремление к новым и новым расширению своего жизни свое пространство это я считаю обусловлено влиянием тех пяти процентов наших генов на ваш мозг на ваши инстинктивные программы что придает духу определенные мысли и чувства не благодарю как ты считаешь нужна ли была война двенадцать тысяч лет назад и стоило ли ее начинать Я считаю, что наши предки в тот момент не должны были начинать войну, но нас в нашем обществе воспитывают в наших образовательных учреждениях. Нам говорят о том, что это была ошибка не всего правительства Филбета, а его отдельных представителей, которые в тот момент захватили большинство в нашем совете разумов планеты. Я считаю, что ее не нужно было начинать, и нужно было смириться с тем положением вещей. Возможно, многие сейчас на Филбете не поймут, о чем я говорю, но я считаю, что мы должны были в любом случае смириться с решением Бурхада. Наша раса должна была смириться с решением представителей Бурхада и Томисоса на тот момент времени, считавших возможным создание только антропоморфных гуманоидов на вашей планете. И уж ни в коем случае не должны были идти наши представители на уничтожение разумных существ, потому что это противоречит не только закону Межзвездного Союза, но и закону Абсолютного Разума. Но те, кто принимал это решение в тот момент, и те, кто его выполнял, они были воплощены совсем с невысоких уровней Духовного мира, поэтому они пошли на это по понятным причинам гордости, злости, зависти и других деструктивных чувств, которые вызывают и у вас сейчас проблемы с войнами. Какая сейчас религия у вас на планете? Фастерианство? Объясни основные положения, пожалуйста. Наша система религии больше всего напоминает ваш политеизм. Мы признаем в каждом аспекте реальности, мы признаем, что можно упрощенно назвать вашим богом. Но они и есть порождение одного бога, который в свою очередь является порождением того, кого мы не можем назвать. Но за каждую ветвь реальности отвечает, не то, что отвечает, сейчас... Создает ее, помогает создавать ее воплощенным Духом на Земле определенную духовную сущность, которая может приближенно называться вашим Христом или Богом. Их довольно много. И каждому из них можно обращаться с просьбами. И каждую из них можно благодарить. Они не все равны. Среди них есть подчиненные, и есть над ними управляющие. То есть это система, подобная вашему политеизму. У нас есть храмы, у нас есть ритуалы, довольно подробно разработанные теми, и кого вы назовете жрецами, скорее всего. У нас... Да, у нас полеты в космос. И... Нахождение в Междузвездном Союзе сочетается с политеизмом. Причем даже с элементами цитемизма и того, что вы называете контагиозной магией. Это все включено в религии. Очень интересно. Я забыл задать вопрос. Есть раса, которую мы называем драконианцы. Она имеет какое-то к вам отношение? Вы про созвездие дракона? Да. Там, в созвездии дракона, находится... Это созвездие... Да-да-да. В созвездии дракона находятся пять наших колоний и еще несколько планет с... с гибридами наши рептилоидные типы, с иными типами гуманоидов. Возможно, драконианцами. Я, насколько слышал, драконианцы называют пришельцев не с нашей планетой, а пришельцев со звездия дракона. Пришельцев на вашу землю. А с какими типами гуманоидов там вы скрещены? С представителями Ташига и колонии, с представителями Ислера и колонии, с представителями... Рауминсу. Это как шиморцы, но с более... У них какие-то уши. Мы довольно широко... Мы делаем довольно... По всей галактике мы делаем достаточно... Большое количество экспериментов по скрещению, даже с эстиктоидными типами рас. То есть вы свой генотип скрещиваете с разными расами. Для чего вы это делаете? Чтобы вывести более совершенное существо. Для чего это нужно? Для более... Для более совершенного... Для более совершенного использования всех ресурсов материального мира и для более совершенного познания законов материального мира, чтобы через него... Чтобы через материальный мир познавать законы духовного мира. Мы считаем, что то существо, которое мы хотим вывести, в конце концов, оно будет обладать достоинствами всех рас и минимальным количеством недостатков этих рас. Потому что, когда начинаешь делать генетические эксперименты, скрещивая разные расы, то в гибридные существа переходят как достоинства, так и недостатки разных видов тел. И чтобы подавить недостатки, нужно вводить генотипы других рас. И это очень тонкая работа на самом деле. Могли бы ли вы вывести гибрид из человека и вашей расы, увеличив количество процентов вашего генома? Да, конечно. Есть ли в галактике такие существа? Есть. Есть. Рептилоиды и антропоморфные существа есть такие в галактике. Но мы, конечно, говорили об этом пред... Наши предки говорили об этом в Межмездном Союзе, но там в то время, когда создавали вас, посчитали, что это будет гибрид именно вот такой, который с генотипом бурхатцев, тумисоусов и щелбетцев в том соотношении, которое было изначально. Спасибо тебе огромное. Как ты оцениваешь уровень своих знаний по истории нашей цивилизации? Я довольно хорошо знаком с историей вашей цивилизации, так как еще с детства я интересовался историей силбета в отношении войн, которые они вели, да, мои предки, и особенно в отношении космических войн. И когда я узнал впервые про... услышал в нашем образовательном учреждении для детей услышал историю землей, я был потрясен тем цинизмом, с которым представители нашей цивилизации пошли на убийство разумных существ, прикрываясь идеей справедливости. Был ли ты всегда откровенен со мной, отвечая на вопросы? Да, был. Всегда был откровенен. Я действительно благодарю тебя. Мы ждали давно встречи с представителями силбета для того, чтобы задать именно эти вопросы. Я надеюсь, мы не прощаемся с тобой и в скором времени увидимся, потому что вопросов будет еще очень много после вот этой видеоконференции. Я могу обратиться со своим словом к представителям тех, кто будет нас смотреть? Да, конечно. Я приветствую всех землян, кто сейчас смотрит это видео. И прошу вас не считать нашу расу обителю зла в космосе. Обителю зла не в нас, а в той темной части духовного мира, которая заставляет отворачивается от источника света, считая его злом. «Степер» 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 Я благодарю тебя. Спасибо тебе огромное. Мы обязательно передадим это нашей группе, тем людям, которые смотрят нас. И еще раз действительно благодарю тебя за твои откровенные ответы. Я благодарю тебя за приглашение. Если появятся вопросы у тебя или у представителей твоей планеты, я буду готов на них ответить. Спасибо за просмотр!